Здравствуйте, дорогие друзья! Обратите внимание, недельная глава Корах учит нас правильному отношению к деньгам, к богатым людям, вообще к тому, что происходит. Написано, что ни одно богатство не принесет счастья его обладателю, если он собирал его только для того, чтобы собрать. Есть такие люди, кстати, собирали, там собирают. Богатство это тяжелое испытание. И многие говорят, что ну дайте я пострадаю. Ну знаете, вот есть такое, говорят, в лото дайте выиграй, я распоряжусь деньгами. Но статистика показывает, что из 100 человек, выигравших большие суммы в лото, никто не нашел жизнь, только ухудшилась. Как такое может быть? Обратите внимание, это статистика, тут нет никакого рассуждения. Говорят мудрецы, что нищета унизительна, она пригибает человека к земле. Но богатство иногда хуже, оно делает, ломает человека, уничтожает его. Человек становится совершенно другим. Я могу свидетельствовать, что я видел, знал, еще раз повторяю, самых богатых человек, по крайней мере, СНГ всех. И не думаю, что кому-то из них принесло это счастье. Просто ни одного не знаю. Это очень сложно справиться, потому что богатство материально выделяется, написано в Кабале вообще людям только для одного. Чтобы он брал там своей семье, что надо, а остальное помогал тем, кто учит Тору, кто бедный и так далее, на различные начинания. Если он так не делает, то есть проблема. Вообще, знаете, богатство вообще понятие относительное. Сказали мудрецы очень интересную вещь, что в будущем все жертвоприношения будут отменены. Вот все, никаких не будет. Кроме благодарственного. Почему? Потому что тогда раскроется великая истина и лжи уже не будет. И мы сами поймем, что каждый день нужно говорить Творцу спасибо за чудеса, которые Он совершает для нас. Иногда мы все это видим как рутина, естественный ход событий. Например, не дай Бог заболев, человек начинает ценить здоровье, которым обладал. И вот смотрите, пересадка операций, пересадки почки, что-то стоит около, со всеми на АТИ стоит миллион. А если у нас здоровая почка, мы уже миллионеры. Тут надо очень правильно к этому подходить. Вообще, знаете, богатство и деньги очень часто делают странные вещи с нормальными и в других отношениях людьми. Талмуд всегда изображал деньги, монеты в виде сделанных из огня. Они могут согреть, могут осветить и сжечь и разрушить. И это, безусловно, верно в отношении природы денег и того, как они влияют на человека, особенно те, которые становятся богатыми в короткий промежуток времени. Наш мир полон примеров богатых людей, которые неожиданно стали богатыми и вдруг стали, не знаю, экспертами во всех обращениях знаний, во всех областях литературы, во всех как-то вот... Я не хочу персонифицировать это, но вот это очень интересно, как это все происходит. Давно, уже давным-давно, в трактате Перкеевод сказали наши мудрецы формулу богатства. Они написали, богат тот, кто довольствуется тем, что у него есть. Все говорят, да, но это так. Нет, это так и есть. Написано, у человека будет там биться всю жизнь, до 120 лет зарабатывает. Ну и что? Он ничего с собой не возьмет через 120 лет. Был такой Раби Мардыхай Сосон из Багдада, он рассказывал такую короткую притчу. Птица парит в воздухе. Видите, там внизу два зернышка, опустилась ее раз и вселок. Мышь, она всеядная, ест все что угодно, недостатков пищи нет, и вдруг видит кусок сыра в мышеловке. Хватает ее раз и нету. Рыба плавает в воде, откроет там всякие планктоны, там водоросли, все. И тут раз такой крючочек с червячком. Червячок такой красивый, раз и тоже съела. Сколько бедствий, неприятностей мог избежать человек, если бы удовлетворялся тем, что у него есть, написали мудрецы, и не гнался за другими искушениями. Кто богат, повторяю, тот, кто доволен тем, что у него есть. Написали много, много лет назад. Самые мудрые написали вот именно так. Вот тот момент, в котором ты находишься, он идеальный для тебя в том даже материальном состоянии, в котором ты находишься. Да, нам кажется, что нам не хватает, и это можно поменять. Написано, молитва меняет человека, а следует, меняется предопределение. Но на данный момент сначала, наверное, надо начинать с благодарственной. Брахава, слахая, чтобы нас ничего не губило, как это оно, материально все-таки пусть небо нам поможет.